Добрый день, господин Лэмберг. Добрый день. Время для очередной видеосессии. Мы продолжаем отвечать на вопросы Вен Спилсчан. Вопрос. Первые семьи беженцев уже живут в Латвии, хотя всюду твердят, что к нам никто не хочет ехать. Выходит, что есть такие, кто хочет все же. И это только начало. Ответят ли лично Петерсон и Годманы за проблемы, вызванные беженцами? Да. Ну, посмотрим, как они будут тут себя вести и сколько из них останутся после того, если им дадут время на разрешение, пока они не получили. Они просто приехали, им там надо время, пока их будут оценивать. Ну, я присоединяюсь тем, кто считает, что беженцы из Ближнего Востока нам не нужны. Это другая культура, это другая, другая... Главное, это другая культура, другой образ жизни, другое мышление. Полностью отличительные от традиций, которые в Латвии. Да. Ну, я лично думаю, что они тут не задерживаются. Я лично думаю, что тут не задерживаются. Продолжая тему, в Венсполчане, тема про беженцев. В селе Коцины жители просят высказаться за или против беженцев. А почему у Венсполчан не спрашивают мнение? Я знаю, среднее отношение в Латвии, там 78% против, за, по-моему, 7%. Мне нет сомнений, что в Венсполчане примерно такое же мнение. Так, для чего деньги тратить? И время. Так понятно, что я думаю, что они не желают. По крайней мере, я не видел ни разу, никто мне не сказал из Венсполчана. «Слушай, Лэмберг, когда к нам приедут, я хочу их». Я таких не слышал. Что там тогда изучать? Господин Лэмберг, я тоже интересуюсь политикой. Это спрашиваю через Холлоуэнд Эсбалс. Какая? Холлоуэнд Эсбалс. Вот Холлоуэнд Эсбалс. А, всё. У вас нет этого, да? Да, анонимно. Они звонят и задают вопросы. И он тоже интересуется политикой. Мужчина звонил, и хочет он спросить у вас, а что же вы решаете с господином Бригманисом? Потому что он вас часто видит вместе. Да, часто. Я с ним виделся в последний раз в прошлый понедельник. Значит, прошло 10 дней. Часто, нечасто. Просто, когда крутит телевидение, да, сейчас время составления этого образования правительства, то они прокручивают, и они прокручивают каждый день по несколько раз ролик. И я действительно там иногда вместе с господином... В одном я вместе с Бригманисом, еще в одном с Силниксом я рядом сижу. Да, да. Ну, конечно, ну как, я же политик, я руковожу политической партией, и было бы странно, если бы я не встречался с политиками, членами Сайма, парламента, руководителем правительства, министрами. Это моя работа. Без этого я никак не могу. Ведь мы же активно смотрим, какие кабинет министра принимает решения, правила какие, и как это будет влиять на жизнедеятельность города, чтобы это как-то отрицательно не сказывалось на те задачи, которые надо решать именно самоправление. Этому главное, мы обращаем главное внимание. Кроме того, мы смотрим, чтобы это положительно влияло на развитие предпринимательства в Энсплсе, или высшие школы, или техникумы, да, такие, которые не самоправление, не наше, но мы за это смотрим. Вот сейчас идет дискуссия о том, какая будет оплата труда, система оплаты труда учителям, да, ну в Энсплсе же есть учителя, есть, а они получают деньги от государства, в виде дотации самоправления, получают от государства. Какая будет система оплаты? Как это будет конкретно? В Энсплсе, не абстрактно где-то, а в Энсплсе. Мы это все просчитываем, смотрим, выгодно, невыгодно, хорошо, плохо. Вот в последний момент модель дает где-то 23% роста зарплаты учителям Энсплса. Ну, я думаю, это хорошо. А первый вариант был снижение зарплаты учителям на 15%. Вот вам сказка такая была. Это год назад был такой вариант, да. Вот мы следим за этим, да. Кроме того, педагогам дошкольных учебных заведений, детских садов этим педагогам зарплаты не платит государству. И вот это повышение, которое якобы будет, они не предусмотрены государственные средства. Ну, а мы делаем, нажимаем, ну не мы, не единственные, чтобы все-таки, а чем хуже эти педагоги, которые в детских садах работают, да, они тоже должны получать от государства зарплату. И она должна быть соизмерима, или вернее такая же, как в младших классах школы. Какая разница? Пятилетний или четвертилетний ребенок, или там восьмилетний ребенок, школьник, да. Ну вот такие, много-много таких вопросов, которые мы прослеживаем и стараемся влиять, а можно влиять только через те политические партии, которые власти, через правящую коалицию. Если у нас есть возможность там повлиять на процессы, то мы это и делаем, да. И мы предь будем это делать. Сейчас новое правительство, там несколько новых министров. Мы будем по целому ряду очень-очень следить, куда двинется политика, как она будет меняться. В том числе я, мной упомянутая общеразовательная система, например, школы, русскоязычные школы, да, чтобы там не было каких-то сюрпризов, да, там вдруг решат переход стопроцентный на русский язык, да, но чтобы не прохлопать это, мимо, да, такое дело никогда не будем поддерживать, да, это гуманитарные вопросы должны решаться гуманитарно, а не директивно и законом. Ну вот, вот об этом мы и говорим, и не только с ним. Также через холловентесбалс задали такой вопрос. Спортивные холлы во время матчей полупустые, посещать их могли бы и школьники, и пенсионеры, однако за вход нужно платить. Наш богатый город не может даже обеспечить бесплатным входом на спортивные матчи и бесплатным проездом в автобусах пенсионеров. Пенсионер задавал вопрос. Да. Ну, во-первых, все школьники в своих школах могут получить бесплатный проходной билет. Это раз, так что это к сведению, да. Второе, если говорить о пенсионерах, пенсионеры очень разные, не все одинаковые. В советское время было максимум пенсии 132 рубля и 50 копеек. Сейчас пенсии может быть, к сожалению, и 40 евро, и может быть 400 евро, и может быть 4000 евро. Да, так что само название пенсионер, это не значит, что все одинаково бедные. Это, конечно, не значит, что все одинаково богатые. Нет, никак. Вот. И у нас есть очень большая система поддержки социально необеспеченных слоев. У нас 38 пособий и 9 услуг, которые мы больше и меньше датируем. И тут общественный транспорт, это одна только небольшая часть. Вот мой, как экономиста, подход. Не надо ничего 100% бесплатно. Это неправильно. Человек должен своими деньгами голосовать, что ему это нужно. И, например, потому у нас бесплатно проезды на 100% только для школьников, которые живут, например, на правом берегу, учатся на левом. Все. Остальным там скидки у нас 90%, 75%, 50%. Ну, бесплатно, а, бесплатно, еще дети до 3 лет включительно. А от 4 до 7, они платят 0,07 евро, 7 евро центов. А наши дотации на билет, зависимо, что за автобус городской, от 50 евро центов до 1,9 евро. Это большая дотация. Дальше. У нас школьники получают, школьников, жительных школ, техникума, скидка 75%. То есть скидка, да, надо платить только 25%. Ну, все-таки надо заплатить, ну, а может быть, подумает, и не будет эти свои деньги тратить, и не займет место в общественном транспорте, пройдет пешком. Да, вот. Многодетным семьям есть скидка, да, там, до 90%. Что еще? То есть вот специальные такие категории, да, но пенсионеров, да, те, кто не работающие пенсионеры, а пенсия до 180, по-моему, евро, если старше 80 лет, это месячный билет, скидка 90%. Остальным, остальным 50%, но тоже неработающие и малоимущие, да. Вот, 90% этих барынь. Сиротам. И те, кто живут в этих семьях, ну, аучуете, ну, воспитание взяли, аучуете. Да, да, вот 90%. То есть вот такая у нас система, я убежден, что она правильная. Не то, что всем все бесплатно, а где же деньги брать с другой стороны, да? И вот общественный транспорт. А сколько людей идут пешком? Два автобусной обстановки, а он идет пешком. Правильно, что идет пешком. Для здоровья хорошо. А едет на велосипеде, он ничего не получает, никакой скидки. А едет на мотоцикле, тоже никакой скидки. А едет на машине, тоже никакой скидки. А как же это, справедливо? То надо дать каждому пособие по транспорту, и тогда каждый тратит, как хочет. Тот, кто идет пешком, обе покупают чаще, чем тот, кто едет в общественном транспорте. Ну, условно, конечно, да? Ну, ему надо больше калорий, да? На 200 калорий больше день, чем тот, кто сидит в общественном транспорте, на питании ему больше. Правильно? Ну, ведь, ну, кроме шуток, правильно? Если человек пройдет километр, километр, я вам скажу, это примерно, это примерно где-то 30, в каком-то, ну, километр, да, это, так, если, так, пецы, это 20 калорий примерно. Вот сейчас туда-назад, через мост пройдете, это час у вас займет 100 калорий. Это половина булочки. Молочка, да, компенсировать. Да, компенсировать. Ну, компенсировать надо. Сколько булочек стоит? Смотря какая, 50 центов. Вот. Значит, если половина, 25 центов вы заплатили. А тут общественным, тому 25 центов подарило государство? Или самоправление? А тут не дарят. Справедливо это? Несправедливо. Тоже, вот, для кого-то актуальный вопрос, строительство городской бани. Люди ждут, а будет ли, а Дума сможет ли профинансировать строительство бани? Ну, бани, во-первых, есть довольно много бани в Энсфилсе, разной качества и разной стоимости. Это не дело самоправления. В советское время это было, это самое, КБО, комбинат бытового обслуживания. Там и стригли, и шили, и все-все-все, включая бань. Социализм окончился, рыночная экономика. Эти услуги решают частные секторы. Самоправление этим нигде не занимается. Мы, конечно, тоже этим заниматься не будем. Да, и такой нужды. Те, кто есть, вообще-то, услуга эта доступна в Энсфилсе. И последний вопрос. На портале Вентезбаллс был задан вопрос по фонтану на площади Лелойса. Не было бы ли красивее, если бы вместо этого абстрактного символа построили максимально близкий к реальному плавсредству макет судна герцога Якоба? Да, да. Хорошо, двух словах расскажу историй. К каждому есть история тут. Двух словах, но она более такая интересная и в некоторых смыслах сказочная. Когда был уже сделан технический проект почти, и там, конечно, фонтан. Ну, нужен фонтан. Когда-то там в советское время был такой маленький-маленький, не по масштабу. Ну вот, был один конкурс, там победили, но он как бы потом не прижился. Эта идея не прижилась. И потом было предложено и, в принципе, акцептировано уже нашими архитекторами, что на Болочевой площади будет вот этот фонтан, как парк приключений. То есть, вода так и играет, там, ну, там, два метра высота, с подсветкой, там, ну, в общем, вот такая. Ну, вот тогда я говорил, что, слушайте, ну, такой ведь полный мир. Ну, вот сколько угодно. Помощнее, пошире, повыше, так. Ну, там, считается, самый большой, там, Дубай, там, где этот Дубаймол есть такой. Самый крупный в мире у Нирмак. Вот там он есть. И где-то самая высокая башня мировая. Ну, мы не переплюнем их, не переплюнем, мы ничем не будем оригинальны. Тогда архитектор Кук сделал такую презентацию. Какие там разные решения в этих фонтанах, целая такая лекция. Ну, вот, и вопрос такой, а что такое Венсфиллс, и что надо было бы сказать, если можно, в этом фонтане о Венсфиллсе? И быть индивидуальным в каком-то смысле. И оригинальным. Это же легко сказать, а попробуйте сделать. И тогда вот мы так, разговоры пришли к тому, что Венсфиллс это место, где строились парусники. Это и сейчас спорт, и все, яхты тут приходят. Ну, то есть, мы как бы море Венсфиллс не разделим. Но таких много. Но индивидуальное то, что все-таки здесь строились парусники этого герцога Якоба, которые шли вот действительно там через океан, да, у нас были колонии, да. Ну, нам их отняли, несправедливо, но воевать сейчас не будем за это. Ну, вот, и так мы, и тогда вот появилась идея вот судна, точно вот такая, это Валзиус называлось, оно историческое название. Но когда мы прояснили, что в мире в этом деле есть, связанное с судом, так и есть фонтаны. То есть, мы тогда делаем повторение, а мы не хотим повторяться. Это такая наша установка. То мы должны быть единственные в мире такие. Поскольку это такая, ну, большая площадь, уникальная, но она должна быть, вот индивидуальность должна иметь. И вот тогда появилась идея, что эти мачты, мачты парусников, они как вот, парусники, знаете, как один, волна так, другой так, движется. Вот они так тоже, да. Но там же внутри и вода, и подача, и электричество, их надо обслуживать. Там под давлением, да, это же надо к этому добраться, это высоко, надо что-то открыть, закрыть. Это легко было сформулировать относительно легко идею. А вот потом уже это все отработать инженерно-технически, это было очень сложно. И ведь она под уклоном, значит, а если там 26 метров, это же вес, она должна держаться. А у нас ветер может быть и 40 метров в секунду, да. А там вода, все, она тяжелая, да. Ну вот, но сейчас устанавливает. Мы надеемся, что наша площадь удастся, она будет абсолютно индивидуальная, какая нигде нет, и фонтан в том числе. И тем более, если там будет на конце южной части будет государственная школа, музыкальная школа средняя с концертным залом. Все это, вообще-то проект, он как бы един архитектурно, да. Если вот все это закончить до конца. Нет такое ощущение сейчас. Я был такой, довольно такой, такой. Как бы, и потому мало говорил на эту тему. Но сейчас у меня такое ощущение, то, что я видел первые эти мачты, по-моему, получится. Но о вкусах не спорят. Но я надеюсь, что большинству понравится. Надеемся, спасибо вам большое за ответ. И мы ждем новых вопросов. Спасибо. До свидания.